Чао Рогатси Если Клод Мане знаменит своими кувшинками, а Ренуар не представлял свое творчество без женщин, то Эдгар Дега вошел в историю искусства балеринами и конными скачками. Но чем еще Эдгар Дега отличался от других импрессионистов? В чем его уникальность? В первую очередь, происхождением. Он был не просто аристократом, он был из семьи банкиров. Его дедушка основал крупный банк в Италии, а отец, разумеется, управлял французским отделением этого банка в Париже. Конечно же, семья пыталась уговорить юного бунтаря продолжить семейное дело, но в итоге уступила ему. Правда, с одним условием. Если он так сильно хочет заниматься живописью, то пусть это будут портреты. Потому что портреты – это связи в высшем обществе, а это достойно хорошо оплачиваемые заказы. И еще одно достаточно забавное отличие Эдгара Дега от других импрессионистов. Он уклонялся называть себя импрессионистом. И при этом он постоянно тусовался с молодыми бунтарями. И хотел участвовать в их выставках. Мне кажется, что такая противоречивость вызвана постоянной внутренней борьбой. Он нередко скрывал свое происхождение. Он даже видеоизменил свою родовую аристократическую фамилию. На более простую, народную. И вот на время натянуло в новаторство, он всегда экспериментировал. И в то же время ему сложно было идти против традиции, которой он был воспитан. Его аристократическое происхождение и даже отец, который весьма любил искусство и прекрасно в нем разбирался, влияли на его мышление. Вы помните, какими только дикими формами не высмеивали импрессионистов. Как в живую, так и в газетах. Например, в одной из популярных французских газет про картину Эдгара Дега «Экзамен танца» писали, что такую картину мог нарисовать только душевно больной человек. И разумеется, художник не мог себе позволить, чтобы эта тень массовых оскорблений, или будем говорить прямо, черного пиара, упала на его семью и на семейный бизнес. Вы сами понимаете, что семья банкиров на то время это статус непростой. Это уже не просто бизнес. Это уже большая политика. И еще самое главное, что нужно подчеркнуть и всегда помнить, это характер художника. Он был просто таким дьявольским перфекционистом и трудоголиком. Как говорил Клод Мене, он был странной одиночкой, который вечно чем-то недовольный и который всегда имеет свои взгляды и свои принципы. Он действительно был загадочной личностью. О нем говорили все. Но при этом он всегда предпочитал оставаться незамеченным. К слову, будет сказать, что Эдгар Дега так и не встретил ту самую женщину, с которой мог бы создать семью. Он действительно жил как отшельник. Он был самым скрытным импрессионистом. Он постоянно запирался в своей мастерской и даже если кто-то приходил в гости, мог просто не открывать двери, потому что много работал. Друзья даже подшучивали над ним, что он может прекратить работу над картиной только если отобрать ее силой. Иначе он будет месяцами переписывать одну едва заметную деталь. Это доходило даже до абсурда. Вообразите себе. Художник бывало выкупал или даже тайно похищал свои картины у своих клиентов, чтобы дописать или перерисовать какой-то фрагмент. Это просто что-то экстраоригинальное в истории искусства. В общем, подводя итоги, его личность и его биография – это своего рода тайник идей и вдохновений для того, чтобы написать детективно-приключенческие рассказы в жанре фэнтези или других каких-то мистификаций. Одна из наиболее необычных и запоминающихся картин художника – «Голубые танцовщицы». При первом взгляде кажется, что это четыре девушки, которые танцуют постановку. Но в личных документах Эдгара Дага мы нашли негативы фотографий, в которых заснята только одна балерина, но в разных позах и ракурсах. Возможно, именно по этим негативам и была создана самая знаменитая композиция «Голубые танцовщицы». Эдгар Дага очень сильно увлекался фотографией. Это было его настоящей страстью. Он фотографировал буквально всё вокруг, всё, что видел – себя в зеркале, своих друзей. Поэтому существует логическое предположение, что он также фотографировал и своих балерин, и других моделей, и только потом срисовывал их с натуры. Если говорить по-честному, то нам всего этого неизвестно. Эдгар Дага, как вы знаете, был невероятно закрытым человеком. Что именно происходило в его мастерской, знают только его натурщицы. У нас есть только косвенные доказательства в виде множества картин, у которых срезаны края. Люди на его картинах как будто не поместились в кадр фотоаппарата. У кого-то срезаны макушки, а у кого-то в кадр не поместились другие части тела. Складывается впечатление, будто мы со стороны подглядываем за людьми, а они совсем не ожидают, что их снимают. Как профессиональный фотограф я вижу, что это типичные ракурсы фотографии человека, который только-только начинает учиться снимать на камеру. Но действительно ли он фотографировал и затем просто с фотографией срисовал контуры, или рисовал все по памяти, а может и то и другое сразу, увы, этого никто уже не знает. Прямые доказательства отсутствуют. Молчание тоже стоит денег. Ну и если брать во внимание тот факт, что некоторые бывшие модели со злобой вспоминали наличие в его доме некой камеры обскуры. В любом случае, любителям детектива Шерлока Холмса здесь есть над чем подумать. Очень много среди русскоязычных искусствоведов говорят, что он был равнодушен к женщинам или вообще был извращенцем. Я приношу свои извинения, но это наглое вранье у людей, которые делают вид, что разбираются в истории искусству. Например, в итальянских источниках я не нахожу такого абсурда среди серьезных историков. Чтобы развеять этот миф и биографические подтасовки, задайте себе вопрос. Будет ли какой-то равнодушный художник рисовать аж в таком большом количестве, а это тысячи картин танцовщиц и обнаженных женщин? Более того, в его мастерской по периметру стен и даже на потолке были развешены большие зеркала, чтобы он мог всегда наблюдать одновременно со всех ракурсов за своими голыми моделями. Он получал от женщин эстетическое и платоническое удовольствие. А вот женщин, которые принимают ванну, вытирают тело, сушат волосы, причесываются, одеваются, он написал такое количество картин, что возможно здесь и вправду присутствует какой-то маленький фетиш. Но будем честными, у каждого из нас есть свой фетиш. К тому же, для нашего раскрепощенного 21 века, говорить в темных красках за этот постоянно повторяющийся сюжет, ну, рогации, это же не серьезный уровень. К тому же, если картины очень хорошо покупаются, то почему бы их не рисовать? Продавать картины – это тоже бизнес. На каждого клиента есть свой товар. Картины с балеринами покупали высококультурные и одухотворенные люди, особенно девушки. А вот как вы думаете, обнаженных женщин на какие стены вешали? Кто их покупал? Ведь он не просто так рисовал их сотнями. Их покупали те самые дома, которые посещают абсолютно все мужчины. Джентльмены, торговцы, политики, мафия. Но вы уже понимаете, насколько это эффективный маркетинг, и не нужен там какой-то скандально шокирующий эпатаж в стиле Саледор Дали или Пикассо, чтобы выйти на нужных клиентов. Его главной задачей в искусстве было совсем не изобразить красоту женщины. Для него было важно изобразить женскую фигуру в движении, даже сам момент движения. Его особо-то и не интересовал сюжет. Главное для художника было движение. Я делаю на этом такой сильный акцент, потому что без понимания этого не получится полностью погрузиться глубоко в его творчество и вытащить те смыслы, которые он закладывал. Именно поэтому он выбрал балет, который хорошо передает вот эту грациозную пластику движения в чистом ее виде. Балет был для него своего рода лабораторией для изучения движения. Его интересом был сам человек и его движение. Эдгар Дега совершенно не любил рисовать природу, которая была центром у многих импрессионистов. Если импрессионисты больше обращали внимание на переливчатый свет, который отражается от объектов, то Эдгар Дега пытался словить мгновение в самом движении. Он даже сам признавался, что балерина для него всего лишь предлог. Чтобы более внимательно увидеть вот эту, я бы сказал, если позволите, метафизику самого движения, вот настолько сложной материи он пытался заглянуть. Настоящий алхимик в живописи. Еще одна главная тема Эдгара Дега, помимо балета, это, разумеется, конные скачки. И это не удивительно. Возьмите любого аристократа второй половины 19 века, дайте ему краски, холст и попробуйте угадать, что он рисует. Эдгар Дега проявил интерес к лошадям еще в начале своей карьеры, а точнее, когда приехал в Италию, в гости к своему дедушке. На то время конные скачки были чрезвычайно популярны среди банкиров и аристократов. Его настолько очаровали традиционные римские скачки на знаменитой дороге Виа-де-Ль-Корса, по которой еще с 15 века устраивали конные состязания, что художник после этого навсегда остался влюбленным в грациозную пластику конного спорта. Опять же, художник был увлечен не животными, а их движениями и поведением профессиональных жокеев, их жестами. Потому что все вместе – это концентрированный материал для его извеченного стремления споймать и нарисовать движения. К концу своей жизни Эдгар Дега увековечил в скульптурах лошадей и балерин, которых он изучал всю свою жизнь в тысячах рисунках и фотографии. Правда, художник считал скульптуру ремеслом слепых, потому что в 35 лет у него начинает портиться зрение. Предчувствуя, что он, как и Клод Мане, вскоре будет писать свои картины вслепую, Эдгар Дега начинает развивать навыки скульптора. Художник прожил долгую жизнь, но за 10 лет до своей смерти он практически не рисовал, так как полностью утратил зрение. Свои скульптуры он застенчиво хранил в секрете. После смерти в его мастерской было найдено около ста никому неизвестных скульптур. Великая балерина Майя Плесецкая считала, что характер – это судьба. Это умозаключение применимо к самому известному живописцу балета – талантливому аристократу, художнику высокой внутренней культуры. Он был не просто аристократом по происхождению, он был в первую очередь аристократом духа, благодаря чему стал известным еще при жизни, как художник и как личность. Его картины покупали за очень большие деньги, дополняли многие коллекции. В том числе, одна из его картин была в коллекции Тео Ван Гога, брата Винсента Ван Гога. Да и сам Эдгар Дега финансово поддерживал многих художников. Покупал картины у непризнанных бунтарей, оказывал влияние на других коллекционеров, чтобы те покупали картины у молодых художников. Серые кардиналы всегда ведут скрытный и незаметный образ жизни. Эдгар Дега публично никогда не имел учеников, но многие художники признавали его влияние на свое искусство. Например, тот же Поль Гоген. В письмах к одному известному художнику Эдгар Дега как-то написал, «У тебя должна быть высокая идея не в самой живописи как таковой, а в том, что с помощью своей живописи ты можешь сделать для своего времени или для будущей эпохи. Иначе твоя жизнь не имеет смысла, как и твоя живопись». Вы очень хорошо знаете этого художника, которому было адресовано это наставление. Точнее, он подобные слова адресовал еще одному молодому художнику-импрессионисту. Вы уже, наверное, догадались, как их зовут.